Гордиенко был секретарем счетной комиссии Рады и год назад утвердил голосование по нескольким резонансным законам, в частности, об ужесточении наказания за оправдание или отрицание нацизма. На сайте генпрокуратуры сообщается, Гордиенко взят под стражу по подозрению в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Якобы голосования на самом деле не было. Ранее по тем же статьям находился под следствием другой экс-депутат Михаил Чещетов из партии регионов. 28 февраля он совершил самоубийство, выбросился из окна многоэтажки. Накануне погиб его соратник, тоже депутат партии регионов Станислав Мельник. Застрелился из охотничьего ружья. Общее настроение несогласных с официальной политикой, пожалуй, лучше всего отражает предсмертная записка Чещетова «Нет сил жить». Давление существует, а как же не существует? Давление существует. Ты высказываешь какое-то мнение критическое, а тебе говорят, что ты не патриот. Вот. Критика это не патриотично. Все должны слиться в едином порыве и славить власть. Олесь Бузина, один из самых известных украинских журналистов, накануне уволился с должности шеф-редактора газеты «Сегодня». Журналист, по его словам, не захотел превращаться в цензора и следовать запретам. Выросли тарифы за все. За газ, за воду, за квартиру. За все. Только за воздух не выросли. Дышать можно еще свободно. Вот они плоды победы Майдана. А какие еще могут быть плоды? Об этом говорить нельзя. Давайте будем лучше говорить о жертвах Майдана. Но когда начинает человек разбираться, а кто же их убил? Кто же стрелял? Нет, об этом тоже давайте не говорить. Давайте быстро выдвинем какую-то версию, любую. Отцепимся. Но только не будем расследовать это по существу. Кто будет в черном списке генпрокуратуры? Следующим в прессе уже догадались. Там активно обсуждают, что обвинения выдвинут сразу против нескольких депутатов из партии «Оппозиционный блок». В том числе и против главы фракции Юрия Бойко. Там сегодня подводили итоги первых 100 дней работы нынешнего кабинета министров. Развал экономики, паралич финансовой системы и массовое обнищание. Вот то, к чему привел страну Яценюк, считают в оппозиции. Вся страна расплачивается за провалы власти. Ее авантюризм и некомпетентность, сказано в заявлении. Оппозиционный блок намерен требовать отставки премьера. Мы же будем требовать в судебном порядке, в парламенте, всеми возможными методами, как оппозиционный блок изменения нынешнего курса и поворота лица власти к людям, а не то, как сейчас это происходит. Финансовая поддержка необходима и растущей украинской армии. Джозеф Байден в телефонном разговоре с Петром Порошенко пообещал поставки беспилотников и бронированных автомобилей на 75 миллионов долларов. При этом подчеркивается, дроны и машины не оснащены оружием. Вчера армейские ряды были пополнены 20 бронетранспортерами из Великобритании. Они были списаны, как устаревшие, еще в 2008 году. Но поступят на вооружение из них уже не все. Сегодня колонна британской техники попала в аварию. Погиб один военнослужащий. На трассе Киев-Харьков один из водителей не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет, а следующий за ней БТР влетел в ограждение. Советник Порошенко Юрий Биряков уже пожаловался в соцсетях на квалификацию призывников. Алкоголики и уклонисты, наркоманы и идиоты. По формальным признакам, подпадают под мобилизацию, значит берем. Результат не важен. Впрочем, пока президент Порошенко продолжает курс на милитаризацию. Сегодня он вновь заявил, на Донбассе необходимы миротворцы. Накануне Совет по национальной безопасности решил, что Киев обратится в ООН с просьбой о проведении миротворческой операции. Обращение должно быть утверждено Верховной Радой. Дарья Григорова, Станислав Петров, Антон Леонов и Максим Колесников. Вести из Киева. Украина.